Ученики, которые проходили первую, вторую, третью ступень Мы в любом случае все равно повторим чуть-чуть упражнения первой ступени Но также мы будем еще повторять упражнения третьей ступени Так как это, как уже я сказал, ученики старые То есть что значит повторение? Повторение это значит, что мы не отвлекаемся на большое количество лекций А практикуем, много практики Будем практиковать самое важное Если вы что-то не понимаете, то поднимите, пожалуйста, руку Когда у вас возникнет вопрос, задайте его Сначала мы будем практиковать стойку пирамиды Пожалуйста, встаньте Пожалуйста, встаньте Вы еще помните, как делать это упражнение? Вы смотрите на учителей и повторяйте за ним Конец, который я проходит Конец, который показывает стойку пирамиды Фультера То есть что лежит в основе стойки золотой пирамиды? Это ее геометрия? Конец, который вы видите в основе стойки золотой пирамиды Есть еще способ выполнения стойки пирамиды, которая объясняется на четвертой ступени. Поставьте пошире ноги, чуть-чуть пошире плеч. Поднимайте руки вверх вот таким вот образом. Когда вы поднимаете руки, то есть вы должны почувствовать свои ладони и точки на них. Когда вы почувствуете сильное ощущение в руках, то есть как бы останавливаете их в плотности. То есть это 52 градуса получается. Вы можете согнуть ноги, то есть кому не очень комфортно. То есть когда вы делаете это упражнение, можно просто спокойно смотреть вперед, либо прикрыть глаза и смотреть в себя. Расслабьте, пожалуйста. Расслабьте, пожалуйста, кисти рук, запястья. Не нужно напрягать их. Так, чтобы вы постоянно понимаете, что вы можете не поднимать. И мы начинаем начинать представить, что мы находимся в пирамиде. Мы находимся в пирамиде в пирамиде в пирамиде. То есть сверху поступает космическая вас энергия, вы ее набираете, а снизу сила Земли вам помогает, также входит в вас. Начинаем. Расслабьте руки, пожалуйста. Расслабьте. Начинаем практиковать. Не нужно напрягать себя, расслабьтесь, пожалуйста. Продолжение следует... П расслабить себя, variety значит плечи, ลегтожиHO и род trainers. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо. 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 Потихоньку встаете. Представьте, что ваши почки греются, то есть вы их согреваете. Давайте еще раз разотрем руки в ладони. И еще раз кладете на почки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Вращаем коленями снаружи и внутрь. А теперь изнутри и наружу 9 раз. Теперь ноги вместе и вращаем по часовой стрелке. Теперь в другую сторону. Разомните кисти рук и голеностопа. Теперь будем делать упражнения, имитирующие движения гусеницы. Поставьте, пожалуйста, ноги на ширину плеч. Немножко согните ноги в коленях. Ваше тело полностью расслаблено. Глаза слегка прикрыты. 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 Когда вы пропускаете энергию через себя, нужно обязательно с помощью сознания представлять, как энергия, которую вы собираете, проходит через ваше тело, чтобы были ощущения в теле, то есть чувствуете себя. Когда вы пропускаете энергию через себя, через точку Байхоя, вы должны чувствовать ладони, должно работать ваше сознание и чувствование энергии. То есть как она проходит через ваше тело. Итак, начнем. Раз. Пропускаем энергию через себя. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. А теперь собираем энергию. Дыхаем ладонями. Задержка дыхания. Выдох. Опускаем энергию. Дыхаем береги. Дыхаем. 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 И снова. Еще раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Два. Собираем энергию. Два. Заносим руки над головой. Сдержка дыхания. Пропускаем энергию через себя. Складываем руки на джонг дантян. Потом опускаем вниз. Складываем на нижний дантянь. Концентрируем энергию. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Собираем энергию. Заносим ладошки над головой. Пропускаем энергию через себя. И снова раз. Два. Собираем энергию. Два. Три. Два. 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 Пять. Шесть. Собираем энергию. Заносим руки над макушкой головы. Пропускаем энергию через себя. Складываем руки на среднем дантянь. Опускаем на нижний дантянь. Снова раз. Два. Два. Три. Снова раз. Два. Пять. Два. Шесть. Собираем энергию. Заносим ладони над макушкой Пропускаем энергию через себя Складываем руки на среднем донтянь Опускаем руки на нижний донтянь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Собираем энергию Заносим ладони над макушкой Два Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ноги на ширине плеч Расслабьте ваши руки, ваше тело Расслабьте ваше тело Как бы естественно делайте встряску, начинаете Расслабьте ваше тело Расслабьте ваше тело Расслабьте ваше тело Расслабьте ваше тело СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Хорошо, заканчиваем. КОНЕЦ Представьте, как ваши ноги уходят в землю, укореняются. Расслабьте ваше тело. Ваша плохая энергия, застойная больная энергия уходит в землю. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 А также мы проходили такое упражнение, как войти в тишину. А также техника цигун, с помощью которой в полубессознательном сонном состоянии вы можете улучшить свои способности. Учитель сказал упражнение дьявольская рука. Но не нужно думать об этом упражнении в негативном аспекте. То есть в данном контексте это просветленный человек, имеется в виду. Лечение дьявольской рукой. А также мы будем повторять пополнение энергии. А также мы будем проходить не менее важную тему. Это бигу, то есть питание энергией. То есть мы будем каким образом заниматься, то есть я объясняю упражнение, мы повторяем и обсуждаем. То есть это такое, скажем, обобщенное занятие, обобщенная практика. Сначала мы будем обсуждать упражнение «Бесформенное собирание энергии». Это упражнение имеет ряд отличий, например, по сравнению с упражнением первой ступени. То есть когда вы выполняете это упражнение, третьей ступени, снаружи ничего, то есть никакой формы нет. То есть не видно, что вы собираете энергию. То есть первая и вторая ступени – это когда мы используем силу сознания, силу намерения для того, чтобы собирать энергию. На первой ступени мы проходили упражнение, как упражнение, имитирующее движение гусеницы. А также упражнения руки-меч в стойке, стояние столбом – все эти упражнения являются упражнениями по собиранию энергии, в которых есть форма. Чем более продвинутая практика, тем меньше движений, тихая практика. То есть если достигнуть безформенности, вы придете к естественности. То есть достигая высоких уровней, практика становится для вас более простой, но и становится в то же время более сильной. То есть это то состояние, когда вы находитесь в состоянии недействия, то есть все происходит естественно. То есть, ну так как мы люди, мы обладаем обычным зрением, и… И… А можно говорить о том, что люди бессмертные, то есть они преодолели форму и пришли к бездействию, к этому состоянию? Ну так как бы… Вся суть, например, отличие до смертных от бессмертных заключается в том, что бессмертные, они… у них все бесформенное, естественное. Вся суть, чем выше уровень, тем выше уровень просветления. Вся суть, чем выше уровень просветления. Они также могут сделать своё тело непленным. То есть особенность бессмертных людей заключается в том, что чего бы они не пожелали, какие бы вещи они не хотели приобрести, например, или квартиру, то есть все у них есть? Мы сейчас所干的事情, 我們的事業, 就是从这个高级生命, 向超高级生命迈进, 就是我们的人类的生命形式, 我们是高级生命, 要向超高级生命迈进, 要向他们迈进, 变成跟他们一样. То есть мы будем заниматься трансформацией, нам нужно преодолеть себя. 像我们这个无形生命迈进, 在现在我们叫高级生命迈进, 他的形態更是简单, 越是无形. 越是无形. То есть по мере практики, вы будете осознавать, что бесформенное собирание энергии, оно очень простое упражнение. 全凭新意用功夫. 全凭新意用功夫. 全都是新能力量在起功。 全凭新意用功夫. То есть мы используем силу, силу своей души, силу своего сердца в таком вот упражнении. То есть какой эффект достигается при выполнении упражнений первой ступени, динамических упражнений? 第一个,帮助你 速通经络, 打通气血. 第一个, это значит прочистить ваши энергетические каналы и пополнить их. 第二个, 是帮助你入境, 帮助你放松。 第二个, это чтобы вы расслабились и стали более гармоничными сами собой. 从第三个工法开始, 我们很多工法 简单到只有一句话, 几个字. 从三个工法开始, 从四个工法开始, 直到四个工法更高. 越来越简单到只有一句话, 几个字. На третьей ступени техника становится все более простой, но все более искусной. 那么我们这个无形成器 具体怎么做呢? Как же делать это упражнение, безформленное собирание энергии? 首先, 我们把我们的身体 当做一个开关的器械, 一个器械. 我们可以采取 身体的某一个部位 直接从宇宙中 射取能量. 嗯, то есть, мы с помощью своего тела можем также собирать энергию космоса, то есть, его силу. 当你经常用一个部位 往里面采取器的时候, 它就达到了一种 惯性, 它就经常能够 开合, 利用这里经常 往里面采取器, 采到 丹田的部位 进行接战. 丹田的部位 就是把器 采到丹田去. 就是这样的 用力 在这个手朵里面采取器 属于你的身体 和体内的 能量 进入你的身体 的血液 能够进入你的身体 好, 接下来我们用 Bài Huê 去训练一下 这个无形态器 在这个手朵里面采取器 就是这个手朵里面采取器 我们现在 我们将它们 在这个手朵里面采取器 请大家放鬆 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 里面采取器 我们把器做文采放在到这个手朵里面采取器 现在在观映你的白玉 有一个门 你可以拉开 Представьте, как точка Байхуэй, словно ворота, открывается. Представьте, как через точку Байхуэй, словно через врата, входит энергия космоса, жизненная энергия, и сверху вниз опускается ваш нижний дантянь. Продолжение следует... 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 Визуализируйте его образ, как он выглядит. У этого способа есть три эффекта, которые он дает. Первое – войти в состояние созерцания тишины. Второе – развить ваши способности. И третье – развитие ваших способностей, открытие талантов. На первой ступени вы проходили такое упражнение, как пригласить учителя, чтобы он помог вам лечить. Это и есть визуализация. Когда вы визуализируете своего учителя, вы шлете ему сигнал. То есть его способности и его силы переходят к вам. То есть вы становитесь не совсем собой. Это упражнение помогает вам практиковать и также лечить других людей. Вы часто с помощью сознания активизируете область… Господи… Господи… Нет… Как это… Самый высокий дантянь, Господи… Шанг Дантянь. Шанг Дантянь. Вы его активизируете, да, и там есть шишковидная железа. И каждый раз, когда вы активизируете свое сознание, вы помогаете развить свои способности. А в частности видение третьим глазом. Вы можете представить, как энергия через Бай Хуэй входит в вас. То есть это тоже метод визуализации. Хорошо. В следующий раз мы разотрем точку Дантжуэя и прохлопаем голову. Если у вас это место вспотело, то сотрите пот с него. Хорошо. Поехали. Прохлопайте голову. Хорошо. Протепенно. Перерыв.